Субтитры сделал DimaTorzok Прошу вас сделать рукоятку для этого ножа С лезвием отправил две заготовки под рукоятку Если они не подходят, то используйте что-то на ваше усмотрение Если будут вопросы или предложения, то прошу отсылать смс на номер такой-то Ну, мне проще позвонить, если что А, меня не будет в Украине, вот так вот, понятно По этой же причине прошу отправить заказ обратно, не раньше 22.04 Ну, так уже не 22, а уже 27 Стоимость заказа оплачу тоже 22 через Privat24 Спасибо, Тарас Если нужно Замочите, пожалуйста Кого замочить? Я никого не буду мочить Так, 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 так Ух ты какой! Вот такой вот Cold Steel Кухонный Очень-очень легенький ножичек Что здесь у нас за сталька? VG1 Вот такой вот кухонный ножичек И человек хочет с него сделать Чего-то хочет с него сделать Рукоятку, в общем, хочет с него сделать Вот таким вот макаром Ну, в принципе, ничего не вижу здесь такого супер-пупер Сложного, скажем так Да, просто, что здесь куча Ненужных нам сучков Так, 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 так Так, так, так Ну, в принципе В принципе-то можно сделать Просто, что деревяшка Это не очень сюда подойдет А другой деревяшки У меня просто нет Поэтому Поэтому, поэтому, поэтому Даже не знаю Чтобы предложить Данному хозяину ножа Ну, давайте что-то сделаем Что-то мы с него Что-то мы с него таки придумаем Ой, как я не люблю дышать пылью Это куча, куча, куча Будет просто огромная куча пыли Ну, рукоятка Он себе намерил вот так вот ее сделать, да? Я же вижу Вот заводская рукоядочка Была вот так вот сделана То есть это типа такой Сантоку Типа То мы его сейчас Таким образом и будем делать Ближе Ближе к тому, что Ну, претензий никаких не было И предложений Поэтому делать буду так Как я вижу рукоятку эту Правильно Как я ее вижу Поэтому так и будем делать В общем, ну, давайте сделаем Ладно Проблем-то здесь нет никаких В общем Намечаем Надо торцануть нам сначала Ровно вот эти вот Обгрызлые края С этой стороны, допустим С этой Ну, тоже не 90 градусов Ну, и здесь сучок По этой причине Сейчас определимся Какой стороной мы Вот эти вот плашечки Будем ставить И вот эти вот края Спиленные ножовкой Даже, я думаю Каким-то Типа лазерманом Что-то такое, да? Мы Выровняем Ну, и поставим Сделаем Сделаем Такую себе Обычную Кухонную рукоядочку В принципе Поехали на наждаке Сейчас Поравняем Вот эти вот края Под 90 градусов И так Продолжаем Вот таким образом Думаю, будет видно Думаю, будет видно Продолжение следует... Продолжение следует... Складываем две половинки вместе и здесь у нас должна быть единая плоскость. Должна получиться. У нас, в принципе, почти такие, за исключением каких-то... Их очень-очень мелких... Видите, да, неровностей каких-то. Но сейчас мы и от них избавимся. Итак, берем, складываем плотненько, берем, зажимаем, скажем так, вот так вот рукоятку в руку и делаем единую плоскость здесь. Ну, в принципе, вот и все. Так, 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 так. Выставляем нашу будущую рукоятку по центру, вот так вот. Намечаем два отверстия и высверливаем их. С этой стороны вот получится ровная рукоятка такая. Вот так вот. Так, 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 так. Так. Диаметр сверла, смотрим. Диаметр сверла 4 миллиметра. Берем четверочку сверлышка. Проверяем четко. Входит отверстие. Сверлим два отверстия. Просверлили два отверстия. Отверстия у нас сходятся. Все замечательно, все ровненько. Вот так вот все становится на место. Но есть одно но. Крепить у меня не на что. То есть нет у меня алюминиевых заклепок, таких длинных, больших. Поэтому будем сейчас что-то изобретать. Какой-то велосипед. Заклепок у меня нет. Поэтому будем искать что-то еще бы это все. И как бы это все сделать. Как вариант, в принципе, да. Есть у меня медная трубка вот такая вот. Ее диаметр 6 миллиметров. То есть мы сейчас берем сверлышко диаметром 6 миллиметров. Высверливаем отверстие и посадим вот, скажем так, на люверс. С этой стороны расклепаем, с этой стороны расклепаем. И у нас трубочка будет держать очень замечательно нашу рукоятку на месте. В принципе, так и делаем. Берем сверлышко 6 миллиметров и рассверливаем отверстие. Сначала в ножа, потом в рукоятке. Короче, китайское сверло. Японскую сталь. Сверлить отказывается. Вот так вот. Сверло кончилось. Сдалось, скажем так, буквально за 2 минуты. Ну что, нужно ехать в гараж. У меня там советских сверл набор есть. Были они у меня здесь в сейфе, но... Что-то уже делал в гараже. Не помню, что забрал их. Нужно ехать в гараж. В гараже там у меня есть сверлений станочек. И сейчас мы там аккуратненько рассверлим эти все отверстия. Что сейчас хочу сделать еще, пока я здесь. Вот так вот, да. Вот так вот, да. Сейчас мы поставим вторую накладочку. Выставим ее ровненько, да. И через вот эти отверстия, скажем так, продублируем отверстия сразу на вот этой второй половинке. В принципе, это можно сделать сейчас, но потом мы уже там рассверлим это все на шесть. Ну, придется ехать в гараж. Хочешь, не хочешь, придется ехать. Поэтому, ну, иначе другого варианта у меня нет. Заклепок алюминиевых в магазинах я не видел, не продавались. Поэтому придется ехать однозначно. Ну вот, в принципе, шестерочка. Здесь даже шесть, шесть и тридесятых у меня. Поэтому, я думаю, как раз туда медная трубочка наша очень классно встанет. Здесь у нас все жилочка. Меняем сверло. Так, сатамина мы отпустим. Что-то еще осталось. Или вообще уберем. Так, так, так. Давайте вот так вот, да? Еще, еще, еще. Можно даже вот так вот. Ну, вот так вот пойдет. Так, не включил розетку. Не включите розетки. И теперь поехали. Посмотрим, как стардеповское сверло справится с японской старой. Тоже так. Не очень больно. Я думал, будет куда веселее савельское сверлошко-то кушать. Как? Продолжение следует... И вот вам и колстил. Не хочешь? То есть, вот так вот. То есть, фасточку сделала такую, да потайчик, и все, и на этом остановились. Не хочет кушать. Ну, поскольку обычным сверлом просверлить в ноже два отверстия не получается, было принято решение взять обычное сверло для бетона с победитовой напайкой, стащить ее примерно под диаметр 6,5-7 мм на алмазном круге, и вот этим сверлышком просверлить уже нужное нам отверстие. Потому как обычным сверлом ничего не получается, а за переводом сверлом для плитки мне ехать как-то не хочется. Победитовая напайка творит чудеса. Победитовая напайка творит чудеса. Ну, вот, в принципе, спокойно сюда 6 сверлышко наше проходит. И сюда, и сюда. Вот так вот. Результатов нужного мы добились. Теперь, ну, теперь нужно ехать в киоске, сажать это все хозяйство на эпоксидную смолу. Почему? Потому что, ну, видите, да, форма ножа. Вот здесь у нас в рукоятке, вот она такая. То есть, если мы просто посадим нож, у нас здесь будут огромные щели. Поэтому мы сажаем нож на какие-то пины, такие вот 4, сейчас чего-то найдем, какую-то то ли проволоку, то ли сазу. Возможно, на медные трубки я его посажу. Потом собираем вот таким вот образом, да, и вот это все хозяйство, внутреннее вот это шоу, заливаем эпоксидкой. Заливаем эпоксидкой, и то ли скотчем, то ли изолентом завачиваем, заматываем, и сверху заливаем вот таким вот образом. Ставим дно, чтобы здесь не было у нас пусто. То есть, чтобы полностью была такая себе. вот здесь внутри, и здесь, вот это я сейчас очищу, и здесь внутри вот это все у нас будет завито эпоксидной смолой. Эпоксидной смолой, вот так. По этой причине защищаем сейчас. Ну, в принципе, все, можно ехать в пиоски собирать. Ну, то есть, я сейчас соберу это все на смолу, и как минимум на сутки, а лучше на двое его оставить, чтобы смола остыла. В принципе, суток достаточно, но для того, чтобы смола здесь не совсем была стеклянная, да, чтобы ее можно было спокойно обрабатывать, и она потом не посыпалась кусками, ее лучше развести помягче, то есть меньше туда твердителя бросить, она будет более такая пластичная. Но для полного высыхания ей понадобится, ну, двое суток, чтобы потом можно было нормально обработать, и она не бралась ни к рукам, ничего, то есть, чтобы все было, как бы, по науке. Ну, в принципе, пока все. Поехали. Поехали в киоск. Под шестой диаметр расширил рукоятку, в смысле, саму, накладочку. Ну, и здесь у хозяина немножко неровная вот эта вот поверхность, поэтому мы ее сейчас... Ну, и теперь с этой стороны пластик идеально. Ровную плоскость имеет. в принципе, как-то так. Итак, продолжаем. Проверяем. Очень плотно. Вот так вот, да? Очень плотненько заходит сюда. Сюда. Чуть-чуть-чуть-чуть посвободнее. Но мы расклепаем его, будет нормально. В принципе, трубочка наша также в деревяшку плотненько заходит. Вот так вот. С этой стороны точно так же, видите, да? Вот, плотно. По этой причине сейчас мы будем собирать рукоятку до кучи, но прежде чем собирать, видите, да, у нас здесь получается с этой стороны здесь уже, здесь шире, с этой стороны наоборот. То есть нам нужно вот эти плашки хотя бы так более-менее сделать, чтобы толщина их была вот в этих местах, в этих местах одинаковая, ну и одинаковая с двух сторон. Вот так вот, да? То есть сейчас мы ее просто немножечко подровняем. Нужно было, конечно, это все в гараже сделать на бесконечной машинке. Это очень удобно было бы, да? Но, тем не менее, чего-то как-то я спешил, не было времени. Сейчас есть время, поэтому сделаем это на круге. Вот так вот мы трубку сюда вставим, и сейчас нам нужно еще раз аккуратненько поровнять. Вот здесь вот я, когда трубку поставил, да, то, видите, да, чуть-чуть-чуть-чуть-чуть уже появилось какое-то несоответствие вот здесь вот. Вот так вот. Поэтому сейчас мы это все выровняем. Выровняем также плоскости вот эти. Ну и можно собирать будет нож. Ну вот, в принципе, и все. Плашечки у нас теперь с двух сторон примерно одинаковые. Плоскость вот эта у нас выровнена, что здесь, что здесь. По этой причине сейчас мы вот так вот их собираем до кучи. Берем штангель, промеряем в собранном состоянии и 21 мм. То есть нам сейчас нужно 23-24 мм сделать такие пины. Ну давайте 25. Лишние отрежем вообще без проблем. По 25 мм нам нужно сделать два пина и будем собирать уже на эти пины вот так вот наш нож. Сейчас я аккуратненько отрежу. Ну и дальше будем собирать. Итак, проверяем, что у нас получилось. Раз, два. Вот так вот собираем нашу рукоятку. И ширина собранной рукоятки у нас должна быть чуть меньше, чем длина пина. Так и есть. То есть с каждой стороны у нас миллиметра по два, по три, по четыре вот так вот выступает. Видите, да? Вот так вот так. То есть замечательно. Сейчас что мы делаем? Собираем, пока нож не трогаем, замешиваем смолу эбоксидную, потом сажаем вот это все вот так красиво на эбоксидку. Потом ставим вторую плашечку, собираем, ну и заливаем полностью все щели вот эти вот смолой, дабы все красиво у нас получилось и нигде не было пустоты. В принципе, поехали. Замешиваю смолу. Ну что, в принципе, вот наша смола настоялась минут десять. Мы ее хорошенько перемешали, начинаем собирать. То есть аккуратненько вот так каждое отверстие промакиваем и стоять аккуратно. Не нужна нам смола тут, где попала. И вот так вот продеваем сюда наши будущие пины, так скажем. Вот так вот. Раз. Оставляем вот так вот с этой стороны по два-три миллиметра. Замечательно. Дальше наш нож будет вот здесь лежать, то есть будущую поверхность, где у нас будет пятно контакта. То же самое. Аккуратненько вот так вот намазываем. Желательно, конечно, это делать в перчатках одноразовых, чтобы потом руки не тирать. Но, так как у меня одноразовых перчаток с собой здесь нет, то мы ему тащимаем. Вот так вот. Все плотно прижалось. Клей у нас эбоксидная смола выдавилась. Точно так же с этой стороны теперь по металлу аккуратненько. Распределяем везде. Вот так вот. И собираем с этой стороны уже плашечку на шоу. Вот так вот. Все. Замечательно. 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 Так. Ну вот, в принципе, вот так это все у нас должно выглядеть. теперь берем скотч малярный и плотненько стягиваем нашу будущую рукоятку. поджимаем. Здесь вот так вот и поджимаем. Есть контакт. и теперь и теперь наш подготовленный состав, скажем так, да, это сюда поставил. Аккуратненько заливаем и нам нужно, чтобы он оттуда протек. Протек. Вот. Вот. Протек. Есть такое дело. Берем, отрываем и заклеиваем. Заклеиваем вот эту часть. Заклеиваем вот эту часть. И теперь сверху делаем такой себе колодец и скотчем, чтобы туда прям плотненько залить оставшийся разведенный наш раствор смолы. Вот так вот. И теперь сюда заливаем остатки нашей смолы. Вот таким образом выглядит у меня уже здесь рукоятка. То есть все залито, все отверстия и щели смола затекла. И вот таким вот образом я оставляю нож на сутки, а лучше на двое. Сейчас мы его зажмем еще струбциной. С двух сторон мы здесь струбцинку поставим и струбцинку сверху. Вот таким вот образом мы оставляем нож на ночь. Вот у нас, так сказать, колодец такой. То есть мы подняли здесь стеночки и залили смолу сверху миллиметра два, наверное, три. Видно, пузырьки воздуха выходят потихоньку и туда заходит смола. В принципе, до утра это все протечет хорошенько. Ну и еще сутки мы ему дадим, чтобы подсохло. Потому что, ну, разводил я не очень. Много отвредителя лил туда. То есть поменьше, чем положено. Ну и вот таким вот образом оставляем ночь на сутки. Привет, народ! Вот, в общем, прошло у нас, ну, не полных два дня, скажем так. Вот так вот выглядит наша заготовочка. Вот как мы ее залили. Как мы ее скотчем замотали. Вот так вот она у нас здесь и стоит. В принципе, давайте будем разматывать. Ну, остальное мы будем обдирать уже на наждаке. То есть сейчас я обдираю полностью на наждаке пленку. Вот это вот малярный скотч. Ну и дальше расклепывать будем наши бонки. Я не знаю, как они там. Пины называйте, как хотите. В общем, что мы с этой рукоятки будем делать. Ну, вот если вы наберете в гугле, да, просто сантоку. Ну, нож японский, да, с односторонним спуском для резки суши. То вот примерно вот такое вы увидите. То примерно такую же рукоятку мы и будем делать. Теперь, чтобы вот эту вот историю убрать, остатки эпоксидки и там скотч малярный. Ставим ёршик. Металлический ёршик ставим. И ёршиком сейчас будем это всё хозяйство убирать. Убирать. Ставлю кружок с более мелкой наждачкой. И теперь уже как бы ближе к финишу обрабатываем. И так лучше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Ну вот, в принципе, как-то так. Вот такая вот у нас получилась рукоятка. Поскольку главным условием, скажем так, хозяина ножа была рукоятка удобная под женскую руку, да, то вот что у нас получилось. То есть, как по мне, ну я рассчитываю на свой хват, да, и еще то, что, ну, скажем так, рука у меня не маленькая очень, да, поэтому, ну, сейчас лично мне удобно, я больше чем уверен, что под женскую руку рукоятка будет просто удобна, без проблем, абсолютно маневрена. Ну и вот, вот такой вот получится у нас ножичек. Сейчас что хочу сделать, это рассверлить чуть-чуть сами вот здесь вот трубки, и потом их немножечко развальцевать. Вот так вот. То есть, даже не выключая наждак, просто снимаем стружку, которая осталась после обработки. Совсем легонечко. Вот так вот это без фанатизма выглядит. Ну и сейчас я сюда поставлю шарик чуть большего диаметра и несколько раз молоточком с каждой стороны аккуратненько стукнем. Итак, продолжаем. Нам сейчас нужно немножко развальцевать трубки. Вот эту и вот эту. Как я это буду делать? Вот снизу я поставлю шарик большего диаметра, чем трубка, да, а сверху я поставлю вот головку балтика. И вот несколько раз мы хорошенько хлопнем. Так, 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 вот примерно так вот это будет. Переворачиваем и с другой стороны точно так же. Трубочка у нас расходится, расширяется и будет плотнее держаться. То есть, она там, в принципе, на эбоксидке, поэтому ей ничего не грозит, но тем не менее, как бы, для подстраховки мы ее немножечко разрухуем еще. Так, так. Так. Ну вот, в принципе, ну вот, в принципе, вот так вот это выглядит у нас. Видите, да? Трубочка развальцевалась. Итак, продолжаем. Ну, напоминаю, что рукоятку мы делаем из того материала, который нам прислал хозяин, ну, и из подручных материалов. Вот в магазин заехал я, где продают вот автоэмали для, ну, покраски автомобиля. Попросил продать мне два кусочка наждачки. Так, продавец посмеялся, отрезал мне просто так, дал два кусочка. Говорит, как я их считать буду. В общем, спасибо. Номер 180 и номер 400. Наждачка. Сейчас мы берем 180 наждачку и вот, вот таким вот образом зашлифовываем все крупные такие царапины здесь, задиры, все остальное. Ну, вот так вот выглядит. Давайте еще раз покажу наши развальцованные края трубки. И мы сейчас их зашлифуем, обработаем, они будут красивые. Ну, в общем, вот таким вот образом это все делается. Все ручками, не спеша. Процесс этот не быстрый, поэтому камеру пока нажимаю на паузу, ну, и покажу уже конечный результат. Вот так вот, в принципе, видите, ручка становится гладенькая, гладенькая такая. Все задиры, царапины от крупной наждачки у нас уходят. Не знаю, минут 15, наверное, может 20. Время точно я не засекал, прошло. Ну, вот так вот выглядит теперь у нас рукоятка на ноже. То есть абсолютно гладенькая. Вот так вот. Ну, сучки, конечно, если бы не было сучков, было бы, конечно, интереснее. Ну, и здесь, видите, да, выступает красная серединка, поэтому не совсем. Ну, помним, да, что делали мы рукоятку из того, что нам прислал хозяин. Ну, в принципе, задача была сделать удобную рукоятку на нож под женскую руку. Я считаю, что задача наша почти выполнена, кроме того, что, ну, немножко я бы ее приукрасил. Каким образом это хочу сделать, это вот таким вот образом хочу сделать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Вот таким образом мы ее причернили, и теперь снимем нам в ненужном месте, где нам это не нужно, просто вот этот нагар. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, вот, в принципе, вот так вот выглядит теперь наш нож. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я его немножко полирнул, переточил. Ну и вот так вот выглядит рукоятка Конечно, вот эти вот истории все портят Но что прислали, что хозяин прислал, то и сделал Честно говорю, не хотел вообще как бы браться за такую работу Сделал нож так чисто вот из, скажем так, спортивного интереса Его желательно хозяину, я так хозяину сейчас говорю Взять обычный спасатель, мась в аптеке, вот такая вот мась Взять обычный спасатель, взять на тряпочку и хорошенько натереть Я его баллистолом протер, потому как другого у меня ничего нет Поэтому нож отправляется к хозяину Кусочек остался от адреса Ну давайте, ну острый нож Нож режет, просто нужно еще оставить этот адрес Чтобы отправить нож в обратный путь В принципе все Вот такое вот сегодня было видео Вот такой вот был у нас сегодня нож Я даже не знаю, что это за дерево Ну что прислал хозяин Из того рукоятку и сделали В принципе удобная задача была сделать Ну, тем, что есть подручными средствами Да, и сделать под женскую руку Нож а-ля типа сантоку, да Вот такой вот В принципе все Пока-пока, увидимся Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok